Шалом алейхем и добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад снова быть с вами, что мы снова встречаемся, чтобы вместе учить Тора. Учить Тора постоянно, это самая важная вещь, всегда учить Тора. Но изучение Тора, когда она происходит постоянно в установленный порядок, она имеет особый смысл и особая цена. Так что сейчас, друзья, мы на самом деле это то, что мы делаем. Мы всегда встречаемся в это время, на этой неделе, поскольку завтра пост 17 Томуза мы перенесли этот ежедневный наш урок на день раньше и сегодня. И я очень надеюсь, что у нас будет хороший урок. И мы обсудим очень важный, не только тема Тора, но такая тема, которую мы можем взять как практичный урок и идея и секрет в нашей ежедневной жизни. Какой, по-вашему, среди всех стихов-пасуков, так называется на иврит, стихов Тора является самой важной? На самом деле это не только самый важный пасук, но каждый пасук символизирует что-то. Каждый пасук символизирует какое-то митсва. Каждый пасук символизирует какое-то качество, которое мы на основе этой качества должны жить. Если мы сейчас зададим вопрос, по всему Тора, от Берейшит, по дворам, какой пасук самый важный? Это были все пасуки Тора важные. Но мы все понимаем, что есть пасуки в Тора. Например, Шмай Исраэль. Кто не знает этот пасук? Найдите меня хоть один, который не знает этот пасук. То есть мы видим, что среди пасуков, среди стихов Тора, есть такие пасуки, которые символизируют очень основные вещи в жизни еврейского народа, очень основные митсвес, основные заповеди, основные правила в жизни каждого еврея. И поэтому они являются самыми важными. Так что к месту спросить, среди всех пасуков Тора, какой вы бы сказали, что являются самыми важными? Это не мой вопрос. Этот вопрос задали много лет назад. Есть книга Эньяков. Эта книга впервые вышла в Пичат, больше 500 лет назад, в город Целоники, в Греции. Очень важная книга. После этого книга Раби Яков Хавив Звал-Иву, он собрал, с всевозможной Тора, с всевозможной Талмуда Бабилейский, Иерусалемский, и медрешим разные, он собрал очень много вещей, которая называется Агадетта, в Талмуд, и их учить в очень много синагоге, каждый день между Минхой и Майрой. Это очень основная книга. Там Эньяков, и в предусловии перед началом книги, он проводит очень интересный, я бы сказал, не очень понятный, медреш. В медреш написано так. Задается этот вопрос. Какой пасук в Тора является самый основной, самый главный, самый такой общий, который объединяет, который носит самый большой смысл для еврейского народа. И он приводит мнение три из мудрецов Мишна. Первый, это Бензома. Зома говорит, мы нашли очень основной пасук. Какой? Вы угадали. Шма Иисраэль, Ашэм Элок, и он, Ашэм Эхад. Самый, самый известный пасук в Тора, говорит, Бензома, почему он самый известный? Он самый важный. Поэтому он самый известный. Но это мнение Бензома. Другой мудрец Мишна, Звали его Беннанас. Беннанас. Он говорит, Тругой пасук. Пасук из глава Кедошим в книга в Икра. Ве Ахавта лереаха камоха. Луби ближнаму, как самому сибия. Это тоже очень известный пасук. Все знают. Луби ближнаму, как самому сибия. Мы начинаем каждый утро молитва, мы говорим, я беру на сибия заповед, и луби ближнаму, как самому сибия. Тоже самая известная история. Например, мудрец Хилл. Основатель глава школы Хилл. Когда пришел к нему человек и сказал, учите мне вся Тора во время, когда я стою на одной наге. Что сказал ему Хилл? Луби ближнаму, как самому сибия. Это вся Тора. Остальные люди учить. То есть Хилл тоже воспринимал этот пасук. Так. Очень основной в Тора. Или как самая основная в Тора. Тоже известны слова Раби Акива по поводу этого пасук Раши их приводит Тора в глава к душим. Ама Раби Акива Зеклал гадол ба Тора. Раби Акива говорит об этом пасук Луби ближнаму, как самому сибия. Это большой правиль в Тора. То есть, тоже логично, чтобы этот пасук занимал почетный место ввиду того, что мы сказали, что это самый важный пасук. Но это еще не все. Приходит третий мудрец. Звали его Раби Шимон бен Пази. Что говорит Раби Шимон бен Пази? Он идет в очень оригинальной и неожиданной направлении. Он повторяет пасук из нашей недельной главы. Глава, которую мы будем читать на этот Шаббат. Глава Пинхас. Очень известный пасук. Это кевес ехад та асеба бокер Ветя кевеса шейни та асебе на арбайн. Один баран сделает принеси в качество жертвопринешения с утра и второй баран принеси в качество жертвопринешения во время сумерки бенуар байни. Знаете такой пасук? Не очень известный. На всяком случае конечно неизвестен как Шмай Исраэль и даже не как Веавтал Реха Камух. Я думаю что большинство не помнит этот пасук. Наверняка встречали этот пасук и в Тора или на молитве. Но никто не может сказать что он знал этот пасук на такой жюра в Ингак он знал в Библии и в Касаму и в Сибия или Каниш на Жешмай Исраэль 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 Я думаю что первое пасук в Тора в речи баран аллоким геразда известен болшет шамет от пасук или моногат рогих пасук в Тора который луды их знал наизу сипом нитаних геразда болшет шамет от пасук нотак гаварит рамшем он бен паз но это ищу нефсио гэдалжаэт мэдра шигаварит амад рэбб лони ал раглав стаяэль аддин измуд рецов которые мэн изнаэм кто эт бил и днаэт Исраэль он сказал халаха кэбэн паз сэрэд иэц итри мнение како мнение пренима яйца кто прав сэкэм риша яйца халаха что мэзгэшем како пасук сэм это кэбэс 1 Что я имею в виду? Какой баран он говорит? Какой баран говорит Рабшимон Бен Пази, который говорит этот пасок, что один баран утром, один баран вечером. Этот пасок связан с жертва перенесения, которая называется «тамид». В храм были разные жертва перенесения. Одна главная жертва перенесения, которая была постоянно, она называется «тамид». «Тамид» это слово на еврейском, которое переводится в слово «пастоянно». И действительно, порядок богослужения в храм была постоянно связана с этой жертвой перенесения. Утром начался первой жертва перенесения. Была этот баран, который называется «тамид» של шахар. Жертва тамид, которая переносится сутра. И день завершался из перенесения второго барана, которая называется «тамид» של Бен Ха-Арбайн. Жертва тамид, которую надо перенесить вовремя сумерки. И это был постоянно, почему так важно подчеркивать, что это постоянно. Были, как есть обычные дни, есть праздничные дни. В обычные дни нет какие-то особые жертвы перенесения в храм. Кроме эти, которые начнутся на эти сеттавадеин. И вечером, в середине, были жертва перенесения, которые привозили разный лудей. Один хотел перенесить подарак. Один хотел сделать гериха очистительная жертва. Третий хотел сделать благодарность. Но не было ли какие-то особые общественные жертвы перенесения. Но были дни, например, Йом Кипур, сам из святой дни в гаду. Между двумя, мы говорим о молитвах, сколько там жертвы перенесения были в это день. Можно было подумать, что в такой день как Йом Кипур, мы не будем занимать от места, и в ремьев храм, за эти два бараны. И в это день не так очень много жертвы перенесения, общественные жертвы перенесения, переносится. Или канун Праздник Песох. Канун Праздник Песох, самое главное митвы для каждой семьи, принести пасхальные жертвы. Представьте себе, какой очередь там были в Йерусалим, возле храм, каждый глава семья или каждый глава группа держит свой баран, и все ждут в очередь, чтобы зайти в храм и принести эту жертву перенесения. Наверное, нагрузка там была невыносимая. Можно было подумать, что в этот день мы будем делать скидку. Скажем, этот день мы работаем в храм только с пасхальной жертвы. Нет, всегда. Тамид есть постоянно. И на канун Песох, когда у нас столько много людей, которые носят пасхальную жертву, это не меняет, это не за счет жертвы перенесения. Тамид, и сетова всегда начинала яйца, бога служениев храм, день начинала яйца сетова, и день заверша яйца сетова. И об этом гаварит, мы дараж, «халака кебен пази». Халака, как крабшиму бен пази, что сами важный пасхук, это тот, который гаварит, обетуй митвы, ажертва перенесения тамид, который без никакой, в любое обстоятельство надо было ее принести в храм. Мы упоминали, что сегодня вечером, ночью, это уже ночь 17-го Томуза, завтра у нас будет пост 17-го Томуза. Интересно, если мы вмешиваем в том Таанид, также в Иерусалимский Талмуд, это упоминали яйца тоже в Малитва Слихот, завтра же обремя Малитва Шахарит, мучитая им тоже специально Малитва, Малитва Ораскаинья, Малитва Слихот. И там тоже упоминали яйца, что один из трагедии, который был и в этой день, послушайте как кейль. В этой день, еще он нахадя в Пустыния Синай, решили на шее претки, грех Заратово Тилца, и мой шер-бейну раззбил, первей, скрежали. Тааш на трагедия. Риша ищи, очень трагедия, и в История, и в Иерискава Народа. Ветта Дейн, враги нэшэ, говори мяфетаро вахрама, вошли в Йерусалим, ламалис тянекатора, крожаит, Йерусалим. И этабилла, исцет ва, билла Натшаларазрушения храма, и в Первей храм, что билла Ветта Дейн, Первей храм, как написано, в Иерусалим, в Иерусалим, и в Иерусалим, уже девиятова тамуза. Но какая трагедия, билла, в 17 тамуза, в Ветта Дейн, в 17 тамуза, перистали, перинести в храм, жертва перинесения тамиду, они хуже закон, что это резерв баране, и до этого дня, они могли как-то купить, чтобы им дали, через стене, они дали динги, им дали баране, но в Ветта Дейн, перекратилась там, цела, история, в Иерусалимский талмуд, то, что было в первой храм, и также в на второй храм, и перекратилась, доставка баране в храм, и в результат, была, перестановилась, это работа, это служение, принесение, жертва, принесение тамиду. И это один из трагедий, которые были в этот день, 17-го тамиду. А я хочу вам задать вопрос. То, что перестали, перинести жертва, перинесения тамиду, это, конечно, это удар, это, конечно, эта трагедия, но это деталь, это всего лишь один деталь, главная история, заголовок этой трагедии, это разрушение храм, которое началось вовремя, когда наши враги, когда наши враги, вошли в Герусалим. И в результат, и остановили работа, служения, принесения в храм, что они принесли тамид, и приустановили других, разных видов, бога служения в храм, а также другие вещи, главное, что разбил, разрушен храм. Почему мы ставим фокус на эту деталь, говорим, вы знаете, что случилось в 17 дамоз? Перестали перинести жертва, перинесения тамид, типа, это самая главная трагедия, и самый сильный удар, который мы получали в этот день, и он находится на одном месте, как то, что разбили первые, стрижали еще на пустыне Синай, и как что враги вошли в Герусалим, и во время второго храма, и это стало начало разрушения храма. Правда, тамид это очень важная, это очень важная жертва перинесения. Это жертва перинесения, которая символизирует единство еврейского народа. Откуда, из каких деньги купили эти жертвы, эти бараны? Те, что были какие-то особые спонсоры, этот купил 10, этот купил 100, чтобы было в течение, в годы достаточное количество этих баранов, которые нужны, Эти бараны купили из фонда, из общественной фонды. Полшекер, каждый год в Росходе Шадар был сбор полшекер. Начало месяца, месяц Адар и Ниссан, в этот период, был этот сбор, что каждый человек принес свой полшекер. И это была одинаковая сумма для богатых, для нишей. Так что, все в этом участвовали одинаково. из этих денег приобрели для храм необходимое количество баранов для выполнения этой митцвы жертвы перемещения Томин. Получается, что исполнение этой митцвы каждый день, утром и вечером, она объединяет весь еврейский народ вокруг этой митцвы. Конечно, что эта митцва имеет, мы имеем к ней особой симпатии. Это особая митцва, но вместе с тем, сказать, что это на одно место, как то, что разбили, скрижали, или как разрушение храм, немножко непонятно. Может быть, поэтому говорит нам Эдраж Халахаке бен Пазих. Может быть, вам непонятно, но чтобы знали, что это действительно самое важное веще второго. Это самые важные пасуки второго. А если это самые важные пасуки второго, можно это сравнивать с трагедией, что разбили, скрижали и разрушение храма, поскольку это самые важные пасуки второго, самые важные пасуки второго, он достоин того, То есть, трагедия очень большая, такая же, как разрушение храма, так надо сказать. Вы знаете, часто мы все-таки хотим не просто знать, что так написано в Медраж, и поэтому это самый важный пасук. Мы должны понимать, почему это самый важный пасук. И почему, поскольку это самый важный пасук, один из трагедий 17-го Тамуза, этого дня, который будет завтра, это то, что перестали перенести в первый храм этой жертвы перенесения. Почему действительно это самая важная вещь, то, что мы делаем постоянно? Часто бывает, и это чувствует каждый от нас. Каждый от нас думает и мечтает и хочет, чтобы его личное служение Всевышнего было эмоциональное, чтобы он почувствовал большой подъем. Что это будет особо интересным. Что он почувствовал, что он сейчас разговаривал с Богом. Каждый мечтает, дайте, до такой момент духовного подъема, как мы чувствуем в Малитва Йом Кипуру, или в Увремя Трубленья в Шофраре в Росе Шана, или в особые моменты, как семья Трубленья в Росе Шана, или в Увремя Трубленья в Росе Шана. Есть особые моменты, когда каждый от нас чувствует какой-то эмоциональный, духовный подъем. Но давайте будем говорить откровенно, когда мы ходим в синагогу каждый утром, нет этого чувствовать? К сожалению, нет. Каждый мечтает, но в результате что происходит? Он пришел в синагогу с утра, он помолился, конечно, он одевал талит, накладывал твилини, давал сдоке в сдоке пушке, читал молитву, но сказать, что он читал ее внимательно. Во время молитвы у него еще появились мысли связанные с его работой, какие-то проблемы, которые нужно решать, задания на сегодня, задания на вчера, которые еще не были, которые не выполняли еще. И он не чувствует, что он заканчивает молитву, и он не может сказать, вау, я сейчас испытывал такое удовольствие в моей молитве. К сожалению, мало кто может это сказать. Иногда люди думают, может быть, лучше действительно, что в нашей обращениях в Севишнава была более редкая, что она не была техническая, что каждый день, путри, разый день, утряный молитва, дневная молитва, вечерная молитва, мидия лимсио то же самое. Надо внести, скажем, немножко драма в этом процессе. Надо внести немножко эмоции в этом процессе связанной со Севишнавой. Мы чувствуем недостаток в этом. И это вопрос, который много об этом думает. Некоторые произносят этот вопрос и задают этот вопрос. Также вообще, во всей нашей ежедневной еврейской жизни, то, что мы называем еврейский образ жизни, вроде бы, ми идеале, ми идеале, ми идеале, ми идеале, мы же как механическое. У нас уже атсуствует особый чувство, особый духовный подъем, во Время Кагдами, Испания, им ежедневной, нашей, будем это называть, религиозный ритуал. Мы стали с утра, мы делали не телят ядай, не галвасер, и до того произносили моде они, потом читали утренние благословения, потом мужчины ходят в синагогу, одевают италит, накладывают твилин, произносят молитва, и так далее, и так далее. Это уже становится технический процесс, технический еврейский образ жизни. И вроде бы отсутствует у нас то, что мы мечтаем чувствовать. Может быть, лучше бы было сказать, окей, главное, один раз в неделе, но, что это будет бомба, что это будет такой подъем, что в этот раз в неделе я буду чувствовать такой связь с Богом. Это да, а иначе это не интересно. Знаете, на дороге есть слава. Если мне в пребребен, в панимат Мнени, айтих мудрецов, в этом медреже, ивэн Яков, может быть, сут, спор междуних, это что важно, ивжизм. Бензома гаварит, мудрец бензома гаварит, шмай Исраэль, шмай Исраэль, символизиравэйт, рочин силнывээш, это наша крепкая вера в Бога, о том, что Он всегда есть, и мы готовы жертвовать нашу жизнь к Сивишнаму. Что написано в Йом-Кипур, молитва не ила, перед тем, что завершается с святого дня, и мы произносим из такой духовной подъем и эмоция вся община шмай Исраэль. Что-то написано в молитвенник, что в этот минут надо думать, что мы готовы идти на саможертва ради нашей веры в Бога. В Йом-Кипур мы об этом думаем, но каждый день шмай Исраэль это самая-самая важная вещь. Это очень эмоциональный подъем, шмай Исраэль символизирует сильную очень вещь. Бен на нас говорит, люби ближному, как самому себе, он говорит, смотри, это чувство любовь, это опять это эмоциональное чувство, которое мы должны работать над собой о том, что у нас будет такое чувство любовь к другому. Люби ближному, как самому себе, быть готов жертвовать ради другой. быть готов помочь всегда другую. И так далее, и так далее. Но третий момент, я бен пази, он говорит, нет. Я с вами говорю, друзья, а технический образ жизни. Один утрам, один вечером, паста ияна. Он его ключевые, ключевые слова, вы знаете, какой? Тамид. Паста ияна. И как мы уже упоминали, халаха, как принимается закон, кто прав среди них? Рамишимон бэмпази. Постоянно, постоянно никогда не может быть интересно. Всегда интересно то, что не постоянно. Мы всегда любим что-то новое. Вчерашние новости неинтересны. Обычный завтрак неинтересен. Интересен какой-то деликатес, который мы получаем, и в какой-то особый праздник. Также в любой детали в жизни. Говорит нам бэмпази, вы ошибаетесь, друзья. Самый, может быть, неинтересный, но самый важный, самый основной, это то, что вы делаете постоянно. Этот пастук, который о нем говорит Рапшимон бэмпази, как мы упоминали, он, интересно, что в этой недельной главе, связанной с 17 Томуза, в этой главе Пинхас, мы читаем об этом пастук. Что там написано? Эта глава Пинхас, в ней мы уже начинаем читать о следующем поколении, о том, что будет после того, что Моисе Рабейну вернут свои душа в Севишнану. Моисе Рабейну, он уже один. Его сестра Мирьям уже вернула свои душа в Севишнану. А Аарона Коэн также его брат. А тут здесь Моисе Рабейну, и законы в этой главе уже как разделить участки земли в страну Израиль после того, что народ Израиль прибивает в эту страну, это уже будет без Моисе Рабейну. Этот процесс уже будет делать другой лидер, не Моисе Рабейну. И Моисе Рабейну понимает, что приходит уже время, что надо думать, что будет с этого народа после его ухода. И Моисе Рабейну, как лидер, который очень изменивает, за субъевон орода, который очень лубит субъевон орода, он подходит ксевишнану и габарит, кээл элокэй и аррухот лекол басар. Он подходит ксевишнану и габарит, я прашу, назначат, лидер, я хочу видит, каво, и бурит, и назначат лидер, для этого народа. Моисе Рабейну да, что описывает характер этого лидера. Коян он должен быть. Ашер яцел לפнеем, ашер явол לפнеем, тот, который может их понимать, который может их вести, и что в нибила стада бога, что в нибила апшина, народа Израэл, апшина, в субъишнану, как стада катарониями и отпасут. Всевишний его отвечает и говорит, бери Йошуа бинун, твоей правой рукой, и он назначает, и назначай его в качество следующего лидера. Он твой приемник. Он будет лидером еврейского народа после тебя. И сразу после этого начинается новая тема, которая вроде бы не имеет отношения к этой дискуссии, между Богом, между Всевишний и Мойши Рабейном. Начинается какая глава? Глава связана с жертвоприношением Таммид. Это той глава, которая всегда в синагогах, читания Тора, в день Рошходыш, мы ее читаем 12 раз в году. Мы этого произносим во время утренней молитвы, перед молитвой Шахарит и перед молитвой Минхе. Когда мы произносим часть Корбанот, мы всегда читаем эту молитву. И это непонятно. Мы сейчас говорим о других вещах. Сейчас говорим о назначении Йошуа Бену. Причем сейчас эта глава, которая связана из общественной жертвоприношения, что надо будет принести постоянное жертвоприношение по-настоящему. Роша отвечает удивительную вещь. Роша говорит это в продолжение. Раз начался разговор, мой шарабин переживает, что будет с еврейским народом после его ухода. 40 лет в пустыне Синай и до того в Египет, кто носил еврейского народа, кто отвечал за еврейского народа, кто гарантировал их то, что они будут делать, что они будут связаны со Всевышним. Это гарантирует один человек, мой шарабин. Он говорит мой шарабин, что будет потом? Я хочу идти с этого мира и спокойное сердце и душа знать, что с моего народа все будет хорошо. Кто может этого гарантировать? Говорит Раши, здесь отвечает, все Вишни отвечает мой шарабин. Все Вишни говорит мой шарабин так, ацшата мецавеоти албанай, цаве эдбанай аллай. Говорит его Всевишний, я тебе скажу, мой шарабин, не прикажи меня, что я буду сейчас назначать такой человек, который будет дальше гарантировать полностью поведение твоего народа. Прикажи сейчас от моего имени твоего народа одна митва, что если они будут жить по основе, жить по правиле этой митва, эта митва будет гарантировать их связь со мной. На другие слова, мой шарабин говорит Всевишний, я хочу быть спокойно, что этот магнит, который связывает между народом Израиля и Бога, и народом Израиля и Всевишнего, дальше будет такой сильной и такой активной. Говорит его Всевишний, я дам сейчас такую митва, которая этой митва, это тот что надо, это митва, это единственное, которая гарантирует постоянную связь между народом Израиля и Всевишний. Какой митва он говорит? Жертва таммит пастаяна. Один баран он произносит этот пасок который говорит Раби Шимон Бен Пази. Эт кебес האח тасэ бабокер, один баран принеси сутра, וэт кебес השני тасэ бэн о арбайм, эт таруй баран принеси говорим ясуменки, таммит пастаяна, без прерывный процесс. Если они будут служить Бога постоянно, в любая погода, при любых обстоятельствах, неважно богатый, нищий, такой и такой, все без исключения будут постоянно 365 дней в году. Они начнут свой день со служения Всевишнего из жертвы таммит, и они будут завершать свой день из жертвы принесения таммит сослужения Всевишнего. Это гарантирует их связь со Всевишним. Это гарантирует того, что даже без Моиши рабей, но при физической жизни, они будут всегда связаны со Всевишним. Вот так говорит Раши. Это был второй ответ Всевишн к просьбам Моиши. Первый ответ был да, есть Йошуа, на второе ответ самое главное. Это зависит, он говорит, не только у их лидер, это уже будет зависит от них. Как это будет зависит от них? Я им дам инструмент, я им дам секрет, я им дам специальный мост, который есть, они на нём будут ходить, они всегда будут достигать сел, они всегда будут связаны со мной. Как называется этот секрет, как называется этот патент, этот инструмент, он называется одно слово, тамид, постоянно. еврейство говорит нам Всевышневу. Еврейство это не драма, еврейство это не эмоциональные чувства. Служение Всевышневу не должно быть интересное вау, что никогда я такое не испытывал. Настоящий связь со Всевышневым это когда он происходит всегда. смотрит интересный вещь. Водимим можем задать вопрос. Какой важный вещь, такая важная митзва, которая гарантирует наши связи с Всевышневым? А где она сейчас? Мы находимся, к сожалению, в галут уже почти 2000 лет. Завтра 17 тому засимволизирует этот галут. Начинается период три недели траура, который, не дай бог, если Машиах не придет, мы будем еще отмечать 9 авгу, мы все надеемся, что Машиах придет, и перевернулись эти дни праздничные дни, но уже 2000 лет почти, что мы не произносим как как тогда сохраняются наши связи со Всевышним. Мы сказали, что имя этой митцве гарантирует связи со Всевышним. Она является самой важной второй. Это самый важный пасук второй. Как тогда мы это делим сейчас по сегодняшний день? На самом деле и сейчас у нас есть эта митцва которая называется Томин. Что у нас есть? У нас есть молитва. Поговорим несколько минут о наших молитвах и об этой заповеди которая называется молитва. Мы молимся три раза в день. На самом деле если мы посмотрим источник этой митцвы которая называется молитва в Рамбам написано что позитивные заповеди молиться Богу каждый день. Поскольку написано и мы это произносим во время молитвы шмава а вадетем эташем элокейхен служите вашего Бога и говорит Рамбам мы слышали это служение значит молитва а вода зо и твила. Это служение Бога это имеется ввиду молитва. И говорит Рамбам вторая не написано сколько молитвы в день и какой париад в день и какой как вы молитва тора это значит что ми должны обратиться к нему обратиться к нему раз в день. Рамбам Рабину Моше Бен Нахман который всегда упоминал и мебна шеху рамбам говорит еще еще меньше а это даже не обязательство каждый день это обязательство когда мы чувствуем недостаток если человек чувствует недостаток тогда он обязан по закону Тора тогда распространяется на нем это заповеди помолиться к Богу обратиться к Лишнему как тогда родился откуда тогда родился наш сидур такой большой сидур молитва на утром на дневная молитва вечерняя молитва на шаббаты и на праздники иметь такие длинные тексты как появился этот сидур это установили наши мудрецы после разрушения второго храма мудрецы подумали как можно продолжать исполнение этой митсва томид что будет гарантировать наши связи со Всевышним что будет тамид установили мудрецы молитва которые они связаны и заменяют эти жертвы перенесения как мы знаем тфилот кенегед корбанот тикнум молитва установили наших мудрецы в талмуд в замена на жертвы перенесения такие жертвы перенесения да тамид это жертвы перенесения мудрецы мудрецы сомер он пишет что аналогия между молитва молитва и жертвы перенесения тамид ананас талка сила и глубокая что талка что время молитва сатвец на время жертвы перенесения это жертвоперенешения. Если перепутали и начали думать во время жертвоперенешения от других вещей, не дай бог не считался, что мы принесли жертвоперенешения. Поэтому в тфилах, в время молитвы, мы должны тоже сосредоточиться на молитвах. Точно как было в время когда мы принесли жертвоперенешения. И не думайте, другие, что тоже самое в молитвах, есть частей, как амиде, которую мы произносим именно стоя это тоже аналогично к тому, что было во время принесения жертвоперенешения. И то же самое написано в шлуханах рух, что человек должен иметь свое установленное место на молитвах. Человек не может ходить в синагогу и во время молитвы сделать такие круги, что он во время молитвы находился везде. У человека должно быть свое место в синагоге, это место его молитвы. И когда начался после Пурима, когда мы все начали осваивать в нашей жизни особые меры осторожности в результате эпидемии, мы тогда еще все молились дома, я тоже тогда сказал на всех уроках, что даже когда молишься дома, ты должен установить себе специальное место, это место молитвы. Даже если ты можешь себя дома, и не в синагогах, что будет свое постоянное место на молитве. То же самое одежда. Коханин, которые принесли жертвопринешение, они не могли прийти из какой-то простой одежды. Нужна была быть свою там представительную одежду Коханин, что именно когда он одет эту одежду, он принес. Поэтому требуется, что когда мы ходим, когда мы произносим молитвы, когда мы хотим садиться сейчас или стоять, молиться перед Богом, это будет шахис, это может быть минха или вечерняя молитва, мы не можем позволить себе любой вид одежды, мы должны как-то одеваться более престижно, более солидно. Мы идем сейчас принести жертвопринешение, мы идем на встрече с Богом. И вот это поведение принесли, взяли наши мудрецы в качестве замены на жертву Комин. То, что постоянно у нас есть наши возможности и наши связи со Всевышним. Утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва. Теперь давайте подумаем вместе. Почему это действительно так важно? Почему именно жертва Томид, именно говорит Всевышний Моиша Рабейну, ты переживаешь, что будет после твоего ухода, это будет гарантировать. То, что будет постоянно, это будет гарантировать того, что народ Израиль будет дальше служить Всевышнему. И будет дальше связан со Всевышним. Я думаю, что каждый может согласиться с сомной следующей славы. Каждый от нас знает что в мировании характер, в мировании человек, если мы не хотим сказать, кто он, что он, он добрый, он хороший, или других качесов, который он не воист. Мини, будем фармироват мнения отчеловека и в результате, какой-то даже героический поступок, который он совершал. мы будем фармироват наше мнение человек и в результате его ежедневное поведение. Как он здоровится, как он говорит доброе утро, как он благодарен, как он прощается, как он ведет себя среди людей, как он ведет себя в общество. Даже если это человек, который мы носим, мы уважаем его в результате, какой-то сенсации, которого он был частью этой сенсации, но мы не будем фармировать наше мнение о нем, сказать о него свой характер благодаря этой сенсации. Нет. И будем фармировать мнение о нем в результате его ежедневные скучные моменты в жизни. Именно эти моменты рассказывает нам история, кто он на самом деле. Это знает каждая семья, каждая пара. Да, очень важно всегда говорить о шломбайде, укреплении мира в каждой семье. Каждый из нас знает, что строит жизнь, что строит совместная жизнь, чтобы они были крепкими, чтобы там была настоящая партнерство, чтобы в них была настоящая любовь и ответственность друг к другу. Эти вещи не строятся в какие-то шикарные поездки, шикарные отдыхы. Может человек быть самой умной и молодец, когда он устраивает для своего семья шикарные поездки в джунгелах и в Африке или в Таиланде или в самые какие-то интересные места. Но если он дома не ведет себя как человек, эти все вещи не поможут на создание нормальной семьи, крепкая семья, здоровая семья, счастливая семья. Где строится счастливая семья? Где строится здоровая крепкая семья? Дома, на кухне, когда мы помогаем друг другу, когда он моет посудь тоже. Там строится крепкая семья. Вы знаете, есть рассказ, говорят, один из Агмуров в Америке пришел к нему Хасид и сказал ребят, это правда, что складывает талит на исход шаббат сразу после Авдала это есть большая заслуга, большая захут, чтобы дома будет мир? Он ему сказал, может быть, но ты знаешь, он сказал, какой самая большая заслуга, какой самый лучший верный патент на создание крепкая, мирная, добрая, дружная семья? Это что на исход шаббат сразу после Авдала ты пойдешь на мойку, на раковину и помоешь все посуды, которые там лежат в шаббатных трапезах. Вот именно там, и в эти детали в жизни, ежедневной жизни, именно там строится семья, именно там строится партнерство между мужем и женой. Это не строится на какие-то особые моменты, это строится на ежедневной жизни. Это то же самое в работе, в бизнесе. Что гарантирует? Это берите как хорошая идея. Что гарантирует успешный бизнес? Знаете что? Не то, что он раз в жизнь смог придумать какую-то хорошую идею. Успешный бизнесмен это тот, который работает постоянно. Или в нашем жаргоне тамид. Когда жарко, когда холодно, когда дождь, он постоянно делает свою работу. Он не ищет какие-то короткие дороги. Он делает то, что надо делать детально. Такой человек заслуживает из Божьей помощи большой успех. Вот по этой причине заповеди который называется «тамид именно она гарантирует наши связи с Сивишнами». Когда мы начинаем и мы привлекаем другую образ жизни, кеврейский образ жизни, который начинается из-за из-за нисения модели «благодарения тебя», и «метилат ядайн», и «утрени благословения», и «касерная идя», и «малитва», и «тсдоке», и «кпостоянные уроки Тора», мы меняем себя, может быть, это становится уже скучно, механически и неинтересно, и там отсутствует эмоция, и там отсутствует драма, там ничего драматического больше нет. Но именно этого строит настоящий, сильный, постоянный связь каждого от нас со Всевышнего. Есть интересный закон в Халахах, называется «Тадир вешейно тадир, тадир кодем». Это очень интересная вещь. Если перед человеком есть две заповеди Das или две практик произносит Один это практик который произносит каждый день и IKE maybe этой практикой не предложит каждый день раз какое-то время. Или исполнять миттву которую он стреляет каждый день и теперь перед него есть возможность исполнять миттву которую он делает каждый день. Что бы мы выбирали? Человек всегда что-то мы люди всегда Мы всегда ищем то, что более интересное, то, что не скучное, то, что новое, как написано в Шурхана Руха. Если у тебя есть выбор между вещами, которые ты делаешь постоянно, или вещами, которые ты делаешь только раз в какое-то время, ты делаешь, что важнее, с чего надо начинать, с той вещь, той митвы, которую ты делаешь постоянно. Я вам дам простой пример, два примера. Первый пример, в пятницу вечером. Что мы делаем? Кидуш. Как порядок и душ вы помните? Мы начинаем с истории, день шестой, какой, что этот день назначает, а потом мы идем читать благословения. Благословения у нас две. Одна благословение о виноградной лозеи. Это благословение перед тем, что мы хотим выпивать вино. Мы просим у Всевышнего и произносим благословение о плод виноградной лозеи. А второе благословение, это уже мы благодарим Всевышнего за то, что подарил нам такой день, как шаббат. Вроде бы более интересно и более правильно было начинать с какой митвы и с какой брака связанной с шаббат. А произносить брака на вино мы можем каждый день, нет запретить вино, мы можем каждый день налить себе вино. И очень много людей обедает с бокалом вино, произносит этой брака бурет при агафе на плод виноградной лозеи и выпивает вино. Это не интересная вещь, в этом ничего особенного нет. А шаббат, да, это разные дела. Давайте начнем с шаббата и будем завершать кидуш из благословения о вино. Не понимаете? Савери им аренан, ברוך оты, Айм, Eloкоин и Мелико Олег, Буре Приагафе. АТОЛКА ПОСЛИЕТА, ИБРАКАМИЦ'ЯТАИМ, АШРАМИЦ'ЯТАИМ, АБРАКАМИЦ'ЯТАИМ, СПЕЦ'ЯЛНАТТЕКСТ, ЦВИАЗНС, Шаббат, ТАГЖИФ ПРАЗНИКИ, ЗНАЧАЛАМИЦ'ЯТАИМ, БУРАПРИАГАФЕМ, АТОММЕН, ИЛИ, НАПРАМИЕР, КАГДА У НАС ЕСТЬ, ШАБАТ И РОШХОДЕШ, ИМИ ВИНОСИМ ДВЕ СВИТКИ ТОРА, СНАЧАЛАМИЦ'ЯТАИМ ВИТТОРА, НЕДЕЛЬНЫЙ ГЛАВА ТОРА, АТОЛКА ПОТОМ, МИЧТАИМ ВИТТОРА АРОШХОДЕШЬ, ВОДИБИ, РОШХОДЕШЬ БОЛЕ ИНТЕРЕСНЫЙ. ДВАЙТИ НАЧНЮМ ОС РОШХОДЕШЬ, ЭТО ТО ШТО НОВАВА, ЭТО ТО ШТО НОВАЙ БОЛЕ ИНТЕРЕСНЫЙ. ПОТОМ ПОГОРИМ О САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПАСУК ВТОРА, КАКОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАВИЛИ ВТОРА, КАКОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ УРОК ВТОРА, КОТОРЫЙ ГАРАНТИРОВАЕТ НАШИ СВЯЗЫ СА ВСЕВИШНОВУ? ТАМИД. ТО, ЧТО ПОСТОЯННО, ЭТО САМЫЙ ВАЖНО. ПОТОМ ПОГОРИМ О САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, САМЫЙ ГАРАНТИРОВАЕТ НАШИСЯ. ПОТОМ ПОГОРИМ О САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СВЯЗЫ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗНИК. Но есть еще один вопрос, который надо еще понимать. Что такое тамид? Мы уже упомянули. Постоянно. Что такое постоянно? Беспреривный процесс. Все время. Разве жертва принесения, которые принесутся утром и вечером, можно назвать постоянно? Это только сутра и только вечером. Можно быть подругом надо было этого назвать. Не тамнид, не постоянно. Любаверский ребят в Ликоте и Сихот, книга Ликоте и Сихот, в Третий Том, говорит интересный вещь. Когда мы создаем наш еврейский образ жизни на постоянных условиях, о том, что он всегда есть и никогда не меняется, когда мы создаем этот образ жизни постоянным, даже если мы это только делаем с утра и завершаем вечером, получается, что весь день входит как это один длинный день. Он начался с утренней молитва и завершался с вечерней молитва и весь день связан со Всевышним. Весь день – это один длинный. И вот поэтому самый главный пасук в Тора – это тот пасук, который связан с жертвой перемещения тамида. И это дает нам железный правиль в жизнь вообще и в наше служение Бога. Какое служение Бога успешное – это тое служение Бога, которым мы делаем тамида. Человек берет на себя хохлата, берет на себя митцва. Самое главное веще в этой митцве, что он будет ее испанять постоянно. Человек берет на себя решение, он будет накладывать твилин каждый день, пусть пока у него будет только одна митцва, только твилин. Но то, что он берет на себя, чтобы он делал каждый день постоянно тамида. Наша девиза в жизни, еврейская девиза в жизни – это тамида. Берет на себя решение учиться Тора. Урок в неделе, два урока в неделе. То, что он взял на себя, это должно быть постоянно. При любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Постоянная, постоянно тамида. Это самый-самый главный и важный пасук Тора. Это пасук, который гарантирует наши связи с Богом. И это пасук, который гарантирует даже наше физическое благополучие в храм. И в момент, когда мы не могли принести жертву принесения тамида. Это был последний этап перед главной трагедией разрушения храма. Сегодня, когда мы находимся в день 17-го тамуза. И мы хотим ускорить прихода Машиеха. Мы хотим чтобы реализовались слова прароки Ишайя. И чтобы перевернулись эти дни. От грустных дней, но праздничных дней и радостных дней. Мы должны создать большой сосуд, который будет называться тамида. Каждый из нас говорит себе, какое митва. Я беру на себя на постоянных условиях. Что под нее будет заголовок тамида. Этот филин, это будет тамида. Шабатные свечи, которые я беру на себя в этот шабат. Это будет тамида в каждой пятнице при любых условиях. Эта цдокия будет тамида. Эта урок ттора будет тамида. Это самая главная вещь. Не надо взять сразу все. Но то, что мы берем на себя, мы идем в этот путь. И так же в жизнь. Так же в семейную жизнь. Так же в бизнес. Делаем все, что мы делаем по-еврейски. Делаем все на основании постоянных условий тамида. И тогда мы заслужим еще один тамида. Как завершается шулхана рух? Первый том шулхана рух называется Орахаим. Что такое Орахаим? Образизм. Еврейский образизм. Как он завершается? Это очень интересная слова. Ветов лев миштя тамида. Раби Мошей Исерлиш. Рамо. Он завершается. Это татат шулхана рух. Слова Ребе. Лубавельский Ребе очень всегда. Лубил повторит эти слова. Что ветов лев. Что значит добрый сердца. Как мы джнежит. Миштя тамида. Всегда что бы у нас было радость. Всегда что у нас было причина. Почему он сказал хайм. Всегда радоваться. Как мы будем всегда радоваться. Когда мы будем всегда связаны со Всевишнему. Как мы будем всегда связаны со Всевишнему. Мы уже знаем об этом и сегодня говорим. Спасибо вам за ваша внимания. Очень рад библицвами. Логка ва паста всьям нам. Вдай бог за служит прихода Машииха. Всаме блиша и шевреми. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.